Привет! Всем привет! У нас лето, у нас лето! Вот так вот бывает. Два дня и всё. И лето. И я тут со спокойной душой, без шапочки стою. И ветер такой тёплый. Кто-то что-то даже жжёт. Костерком воняет. В общем, ну... Прямо приятно то, о чём мечталось. Ну, теперь будем бояться возвратных заморозков. Сейчас мы немножечко козу выпустили. Вот она у нас. Сейчас у нас разойдётся. Вот она шляется вот по этому бурелому. То, что у нас вот сосед напилил. За лето отросли маленькие свежие вкусные веточки. У них сейчас набухшие почки. И козы с удовольствием туда идут шляться потихонечку. Да, козы? Вы же не намолились в огород? Не? Не намолились? Мы вниз сейчас спускаемся. Вниз. Посмотрим на лёд. Вот Айзушка у нас любит на берегу сидеть. Ну что? Который день у нас уже пошёл? У нас тут уже было и красиво, и так, и сяк. И прямо целая струя, такая речка. Такая как речка в речке. Отдельно посередине струилась. Я всё думала, что двинется с боков, двинется. Ну, на самом деле просто пришла вся эта вот каша, все эти льдины нагромоздились и забили. Не знаю, когда теперь это всё сдвинется. Это называется, может быть, через минуту, а может быть, через неделю. Только бы не пропустить всё это зрелище. Хотелось бы, конечно, посмотреть, как вот льдинки иногда очень классно переворачиваются, такие огромные. Давно такого зрелища не видела. Вот. Сегодня у нас тепло. Завтра вроде тепло, так обещают. Так что я надеюсь, что там лёд с поверхности интенсивно тает. Это всё-таки мы увидим, увидим какой-нибудь симпатичный такой страшный ледоход. Сказали, что верх важенки уже всё сошёл. То есть вся важенка уже спустилась к нам сюда. Спустилась, нагромоздилась. Дело за малым. Ждём. Вот. Чем я сегодня занималась. Сегодня и часть. Вчера я решила попилить, пока есть силы попилить. С непривычки очень устаю. Просто болит поясница жутко. Ноги жутко. В общем, такое дело я решила, что все свои завалы веток, которые у меня в предыдущие годы там были по краю напилены, я их расчищала. Как всегда, когда подходишь к завалу веток, думаешь, сейчас так это полчаса и готово. А второй день расчистить не могу. С непривычки даётся очень тяжело. Все эти деревья таскать, подтаскивать, перетаскивать, стопорик, поросы подруглинять, потихонечку потом подрубать. С русским языком всё. Всё совсем уже раздружилось. Ну и в планах у меня было там вот быстренько-быстренько закончить, чтобы сделать ровненькую площадку. На ней уже там, ну не знаю, может быть, лавку посидеть или беседовать, или что-то такое, чтобы можно было переговороваться. И быстренько-быстренько перейти вот сюда, а вот это всё распилить. На самом деле я там сейчас так уже устала, что всё, решила, что я сейчас вот на толстый пенёчек вот так вот сяду и просто немножечко посижу. Не знаю, может быть, какие-то упражнения поделаю, растяжечки, может, какие-то поделаю. Ой, просто немножко разгрузить поясницу, потому что ноги гудят, как будто бы, я не знаю, пешком километров 50 прошла. Привыкать тяжело, тяжело к физическому труду. Вот завтра мы посмотрим по погоде. А так у нас в планах с подружкой просто пройтись далеко, сколько сможем. Ну, чисто типа ради похудения как бы. Посмотрим, что у нас из этого выйдет. Иди, Айзун. Тебя коза Фрося развлекает? Ой, ой, да какая коза Фрося-то, господи. Говорит, Айза, не подходи. Да, не подходи, скажи. У меня там молоко в титьках не дам тебе. Да, Фроська? Ой, ты такая сладкая коза-то. Давайте, что вы около меня-то тут скучковались? Айзун, скажи-ка козе. Скажи, коза, иди посись туда. Вон там веток много осталось, а тут мы всё съели уже, да, все вкусные верхушки. Да. Скажи, вот когда здесь всё съедите, мы пойдём там вербу вкусную свалили с почками, потом пойдём вербу кушать. Давайте. Ну, спускайтесь вот сюда, давай. Жик-жик-жик-жик-жик-жик-жик-жик-жик-жик. Жик-жик-жик. Давай. Бонь, ну не облокачивайся об меня, мы с тобой вдвоём упадём так. Это же круто. Ну вот, такие вот у нас тут заросли. Мы по ним сейчас бродим и немножко столбы подтаскиваем. Какие-то нам, скорее всего, сгодятся на забор. Вот как раз между нами. Из них и сделаем заборчик. Между нами и соседом. Ветерочек поднялся, солнце скрылось. Ну, очень-очень тёплый ветер. И, в общем-то, всё приятно. Приятно. Нету никаких вот этих вот, когда в лужу проваливаешься. То есть, такое непромёрзшая земля. И вода очень хорошо ушла. Просто можно вот... Не знаю, в предыдущие годы можно было бы здесь вот... Так как бы гора, она целиком из глины. И в любом месте можно поскользнуться и шандарахнуться башкой. А сейчас просто всё сухое. Всё, ушло. Оставшиеся ручейки там понизу. Журчат чуть-чуть. В общем, год шикарный. Ой. Просто, ну, настолько шикарный, что столько можно всего успеть. Только не ленись, только не ленись. Так, я давно о нём мечтала. Но вот это вот вторая рыбья натура. Хожу и уже расстраиваюсь. А вдруг я опять ничего не успею. Иди, делай дела. Тебе дан лишний месяц. Нет. Уже думаю, как бы всё успеть. А ведь наверняка опять. Господи, вот эти женские мозги. Это, конечно... Ой. Так, ну ладно. Буду выключаться. Что-то козы без меня не хотят идти на ту половинку пастись. Ну, вот гляньте на них. Сказала, нельзя к воде. Нельзя. Одна сидит, пялится на воду. Вторая пошла по ступенькам. Физкультурой занялась. Я отвернулась на одну секунду ветки разгрести. На одну секунду. Вы уже все в запрещенных местах. Боня, ты молодец? Или ты тоже сейчас ко всем присоединишься? Ох, всем интересно. Ой, ой. Ой, горы, горы. Туда-сюда, да. Размять ноги после зимы, скажи, да. Ну что? Да, это называется, в прошлый раз снимала ролик о том, что надо поднять сейчас доски и пойти. Вот так у меня мозг работает. Доски до сих пор на месте. Сняла ролик, видимо. Ответила на телефонный звонок и пошла. Все, как будто стерлась из мозга. Пока не вернулась. Сейчас обратно. Ой, игруны. Ой, игруны. Ой, весело-то им. Туда-сюда, туда-сюда. Пойдем, козе, покажем, где у нас вкусная верба, да. Ну, пойдем, раз мы сюда приперлись. Видите, еще пилить и пилить. Это вид снизу всех моих пилений. Ой. А потом еще отсюда долго стеклянные бутылки и осколки собирать. Ой, надо успеть. Это все пока трава. Все это не затянуло ковром. Господи, третий год пошел. Все, вырубки, вырубки, вырубки. Кругом одни какие-то. Так, смотри. Вот. Вот она верба. Коза. Коза. Вот верба. Вон, смотри, какие тут ветки красивые очень. Хоть вазочку ставь. Надо, наверное, поставить, правда. Коза, посмотри сюда. Эу. 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 Фроська. Ой, вкуснота. Да вкуснота точно. Угу. Бонька, попробуй. Вот. Объедайте. Я вам ее буду ворочать по часовой стрелке. Вот паразитки. Пасемся, пасемся. Все равно пошли. Помнят, где куст черной смородины и вкусный растет. Фрося. Айзочка, пригони-ка собак. Коз, пригони. Айзун. Иди-ка, скажи им. Чего вы там пасетесь, когда тут много вкусного? Иди-ка, расскажи им скорее. М? Айзуша. Айзуша. Посмотри, куда Боня поперлась. Посмотри-ка на нее. Где Боня? Ну-ка, пригони Боню. Чего ж ты у меня такая непастушья-то, а? Айзун. Прося, прося, иди ко мне сюда. Ну иди, горна-коза. Ну молодцы, молодцы. О, да как она умеет мамку врезаться-то. Вкусно? Ну конечно вкусно. Кажи ура-ура. Если погода не изменится и так постоит, не знаю сколько, недельку или две, может даже уже в тихих местах будет какая-то травка хорошая. Типа там в весны, каких-нибудь дудок. Так-то они есть уже малюсенькими такими кустиками. Если прогреется. Айзуша, скажи, вот удивительная весна. Интересно, чем делаешь все-таки кончится? Ой, кто там писенькой-то сел? Ручей увидела? Ты как человек, да? Водичка журчит, надо постять. Ой, хорошо. Ну ладно, вместо того, чтобы сесть и отдыхать, ходила, разбрасывала, блин, всякие эти ветки, которые потом зарастут, будут мешать кошению косой. Ой, так что так и не отдохнула. Ну ладно, попасемся еще чуть-чуть и посмотрим. Да, Айзун? Чей там нос-то торчит. Сливаешься с природой. Ура! Люди, мы дождались ледохода. Ура, ура! Просто за секунду только что смотрела на речку, он нормально стоял, все. И пошел, пошел, пошел. Сейчас вот единственное, конечно, встанет ли он, он там на повороте раком или не встанет. Ну пошел прям мощно, прям пласты такие сорвались. Идут такие льдины толстые. Ой, блин, скидок классного. Ну, конечно, не такие толстые, как высшечеловеческого роста. Они, конечно, тонкие по местным меркам, но все равно симпатичнее, чем было в прошлом году. Интересно, двинет эта масса, не двинет. У нас сегодня ураган, метров 16 секунд. По двору все летает. Так что, может быть, он своим напором что-то шевельнул. Вот так вот они. Льдинищи огромные. Айза, не ходи, туда на берег нельзя. Нельзя. Сейчас мы поглядим немножко, посмотрим, как что. Ой, прикольно. Раньше они, конечно, почему-то по детским воспоминаниям все это быстрее разгонялось. Вот эти огромные льдины в перемешку, в перемешку такие. И прямо сносили все на своем пути. Прямо вот, ну как, вместе с нормальным льдом. Так что, сейчас мы немножко подождем, встанет ли это все. Или все-таки своей массой как бы поднапрет и все-таки прорвет это все дело. Ай, кажется, притормаживается чуть-чуть. Такая вроде масса, блин. Может, все-таки треск такой стоит. Ой, так классно, обожаю ледохват. Обожаю. Так, где там у нас сзади? Все, вот все, лед заканчивается вот на нас. Сейчас вот еще там метров 150-200 вот туда вот вперед влево. И все, и вода, вода, уже лето, лето, и вода, можно купаться. Классно, 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 классно. Ой, господи, ледоход, сколько мы тебя ждали? Чуть не пропустили. Вдоль того берега. Там идет прямо с большой такой скоростью. Что-то у нас, да, наверное, снижается скорость. Ну вот и все. Опять день следующий. Вчера ледок у нас так и не ушел. Был очень сильный прям ураган у нас. Посносило опять крышу. Козе бедную поворвало. Опять чинить. Ой, ждали-ждали мы вчера ледохода, не дождались. Утром просыпаюсь, лед все еще стоит, стоит, стоит. Хожу, каждые пять минут проверяю, как стоит лед. Он все стоит и стоит. И однажды я просто отвернулась на пять минут. Отвернулась, пошла что-то поделала, прихожу. Льда нет на речке. Все, вот так вот проходит ледоход. Попробуй еще поймай. Вчера он в три захода разгонялся прямо вот так вот хорошо. Поднапирал, поднапирал. Ну и все. Ждали-ждали, ждали-ждали. И не дождались толком. Ну ладно, все равно был хоть чуть-чуть красивее, чем в прошлом году. Ну, в таком виде сейчас речечка осталась. Вот он там уплыл в сверь, весь этот ледоход. Вот, оставив по краям вот такие вот глыбы, такие большие льда. Ну, если постоит теплой или вот дождь, как сегодня, то либо дождем смоет, либо теплом. Ну, нормально. Все равно мы рады, все. Хотя бы теперь можно зай за ней очень следить. Когда она уходит на речку. Вот теперь с такого, если она пойдет покупаться, она вылезет. Хотя бы не в протали, но никуда не провалится. Все, ура. Чаечки у нас уже тут прилетали. Так что, может быть, все-таки мы соберемся на рыбалку, на салаку. Ну, красиво все равно. Таких вот берега остались белые в прошлом году. И такого что-то не было. Как-то было скучновато. Ой, все, ура. Можно нас поздравить. Все, началась весна. Наконец-то началась весна. Вот так вот. Все, началась весна. Продолжение следует...